Потрясающая выпечка из слоеного дрожжевого теста готовится быстро, просто получается очень вкусно Смотрите, какая красота у нас получилась, вот такие выраженные слои и такая слоистая выпечка получилась Вот так она выглядит в разрезе Ну а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, вы подписывайтесь на мой канал Ну а мы вместе будем готовить вот такие потрясающие кулинарные шедевры Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария Сегодня у нас бесподобная выпечка, для которого понадобится дрожжевое тесто И для начала я в мою миску вливаю один стакан молока Стакан 250 мл У меня 250 мл теплого молока, температуру которого можно проверить пальцем И температура молока должна быть приблизительно температуры нашего тела А теперь сюда же я добавляю одну чайную ложку с горкой дрожжей Это 6 граммов дрожжей И одна столовая ложка сахара Это для подпитки дрожжей Все немного перемешаю до растворения сахара Сюда же нам понадобится одно яйцо Я желток отделяю для смазки нашей выпечки Белок добавляю в мою миску И у нас также 60 мл растопленного сливочного масла Все немного перемешаю Сюда же добавляю пол чайной ложки соли И последнее, что нам осталось У меня 3 стакана муки Стакан 250 мл И в каждом стакане вмещается 160 граммов муки То есть в наше тесто мы добавляем 480 граммов муки Сначала я все перемешаю венчиком до однородной массы Чтобы все ингредиенты равномерно распределились Ну вот так вот без комочков Мы вмешали первую половину муки Я добавляю оставшуюся муку Сначала все перемешаю венчиком После чего перейду к замесу теста руками Ну а теперь я убираю венчик Ну вот посмотрите, какое потрясающее приятное на ощупь тесто у нас получилось Тесто средней плотности и абсолютно не липнет к рукам Тесто вымешивается легко Просто буквально за 3 минуты Из-за большого количества жира Тесто не липнет ни к рукам, ни поверхности стола Я беру миску, в которую мы вымешивали тесто Опускаем тесто в миску и покрываем салфеткой Покрываем салфеткой И если у вас в кухне тепло, можете оставить на кухонном столе Если нет, ставьте в духовку при включенной лампочке на 25-30 минут Тесто не должно подниматься и увеличиться в объеме Главное, чтобы оно хорошо отдохнуло, стало эластичным Так как мы будем сегодня тонко раскатывать Ну а я перехожу готовить начинку Пока отдыхает тесто, мы приготовим начинку В моей миске сейчас творог Куда я добавляю сыр, который мы натираем на крупной терке У меня сегодня домашний сыр, творог с сыром Я беру соотношение 1 к 1 Вот столько сыра у нас получилось Я добавляю к творогу Все это хорошо перемешаем Вот, посмотрите, как выглядит тесто Оно не сильно поднялось, но при этом немного увеличилось в объеме Я подпыляю стол и переношу тесто на стол Ну а теперь я сделаю легкую обминку Собираю все края к центру Тесто хоть и не поднялось, но оно очень хорошо отдохнуло Получилось мягкое, легкое и воздушное Ну а теперь я буду делить на 6 равных частей Сначала разделю колобок на 3 равные части После чего каждую треть разделим пополам Каждый сектор закатаю в колобок Я закончила закатывать в шарик все порции теста А теперь начнем тонко раскатывать Берем каждый шарик теста Ну вот в такой вот прямоугольный пласт Мы раскатали первый колобок теста Ну а я также подготовила растопленное сливочное масло Растопила его в микроволновке буквально за полминуты И вот так равномерно распределим по всему пласту Масла не должно быть много, чтобы оно не вытекало Ну а теперь мы будем складывать сначала снизу, затем сверху Снова немного масла Складываем вот таким вот образом И получаем слоеную заготовку, которую я откладываю И продолжаю раскатывать Ну вот и вторую порцию теста я снова раскатала И вот так вот равномерно распределяем растопленное масло по всему пласту Ну а теперь мы берем первую заготовку И вот так обратной стороной я выкладываю на самую середину Ну а теперь складываем таким образом Снова сначала снизу, затем сверху Размажу немного масла И аналогично складываю сначала слева, затем справа Вот такая слоеная заготовка у нас должна получиться Из шести колобков теста мы получим три слоеные заготовки Я ее откладываю и продолжаю маска Я ее откладываю Я закончила формовать все слоеные заготовки А теперь беру самую первую И немного подпыляем мукой и начинаем раскатывать Ну вот в такой вот прямоугольный слоеный пласт мы раскатали А теперь одну третью начинку мы выкладываем с одного края Вот так, помогая себе руками, начинку равномерно распределяем И начинаем заворачивать рулет Я полученный рулет ставлю в морозильную камеру буквально на 10 минут на то время, пока закончу формовать все рулеты Это не обязательно, эту позицию можно опустить Так как наши рулеты мы будем делить на порции В морозильную камеру я помещаю только для того, чтобы ровно нарезать все наши заготовки Берем вторую слоеную заготовку и начинаем раскатывать И снова вторую треть начинки я выкладываю с одного края Ну и как в предыдущем случае заворачиваем вот в такой рулет И перехожу в третью слоеную заготовку Ну вот так вот я закончила формовать все рулеты и покажу, что я делаю дальше Ну а теперь я достаю самый первый рулет и будем делить его на порции Сначала я отрезаю края И каждый рулет я разделю на 5 одинаковые порции Ну вот такие вот слоеные заготовки у нас получаются Я перекладываю их на противень, предварительно смазанный растительным маслом Ну а я беру второй рулет, снова отрезаю край И разделю на 5 равных заготовок И снова каждую заготовку я перекладываю на противень Посмотрите, как выглядят наши заготовки после того, как мы переложили на противень Теперь я беру один желток, который надо смешать с одной столовой ложкой воды или молока И смажем верх наших заготовок Закончила смазать желтком все заготовки Можно их оставить в таком виде, можно сделать узоры обычной вилкой Ну а можно сделать так, как я Как для вкуса, красоты и аромата Немного кунжутных семечек Вот так вот я посыплю поверх нашей выпечки Ну а теперь я ставлю противень в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут Ориентируйтесь по особенностям своей духовки до готовности И в конце я обязательно покажу, что у меня получилось Вот, посмотрите, какая красота у нас получилась Это очень красиво, ароматно и вкусно Если вам понравился наш сегодняшний рецепт, вы подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, пишите комментарии Обязательно нажимайте на колокольчик И делитесь рецептом в соцсетях Всегда ваша, всегда с вами домашняя кулинария Пока!